Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу рассказать о продукции фирмы Desert Essence. Всю ее я заказывала на iHerb, так же как, я думаю, многие из вас уже ее пробовали, слышали и делали свои заказы наверняка этой продукции. У меня скопилось много различных продуктов, баночек, скляночек фирмы Desert Essence. И вот мне хотелось бы поподробнее захватить всю эту продукцию, которая у меня есть, которую я испробовала, и рассказать про нее. Хочу я начать вот с таких зубных паст фирмы Desert Essence. Одна у меня с маслом чайного дерева, а вторая с маслом чайного дерева и нимом. Про эти две пасты можно рассказывать в принципе вместе. Потому что они совершенно одинаковые в том плане, что они прекрасным образом ухаживают за зубками. Мне очень понравился эффект. Они отлично пенятся, нужно буквально с горошинки. Вот этого тюбика просто огромного хватает на очень-очень долгое время. Вот видите, этот у меня уже закончился весь. Здесь еще половина тюбика есть. Что мне еще очень понравилось в этой пасте? Кроме того, что она отлично пенится, она отлично очищает зубки, она даже немножечко их отбеливает и полирует. Я во всяком случае на своих зубах это заметила. Что еще мне понравилось, это то, что она избавляет от кровоточивости десен. Как я стала чистить вот этой пастой, у меня совершенно не стали кровоточить зубы, кровоточить не стали они такие чувствительные, как были раньше. То есть очень-очень мне понравились вот эти пасты. Плюс у них отличнейший состав, нет никаких фторидов, СЛС, нету глютена. Что касается вкусов. Это, конечно, все на любителя, но вот лично мне больше понравился чисто с чайным деревом, без Нима. Хотя не сильно большая здесь разница из-за присутствия Нима. Что это приятная паста, что это, что комфортно очистить что одной, что другой. Отлично освежает дыхание, свежесть прекрасно чувствуется. Поэтому вкусы это все индивидуально, но вот я повторюсь, что мне больше понравилось с чайным деревом. А в целом обе пасты просто отличные, просто на пятерочку. Следующее, о чем я хотела рассказать, это жидкое мыло, кокосовое, ну и, соответственно, фирмы Desert Essence. Также с отличным составом, нету ничего вредного. Мыло мне тоже очень понравилось. Я обязательно повторю покупку как пасты, так и мыла вот этого. Оно довольно-таки экономичное, нужно совсем по капельке. И густое, гелеобразное. У меня оно вот тоже уже все закончилось. Тут вот, не знаю, на донышке совсем, может быть, чуть-чуть. А так уже все оно у меня полностью, я его использовала. Мне очень понравилось, что мыло совершенно не сушит руки, даже немножко дает какое-то увлажнение, как мне показалось. И имеет очень приятный запах кокоса, который остается даже после того, как вы уже руки помыли, сполоснули водичкой, и все равно на руках есть вот этот легкий запах кокоса, очень приятный, ненавязчивый. Но когда вы моете руки, он, кстати говоря, довольно-таки сильный. Поэтому, если вы не любите сильные запахи, то это средство может вам не понравиться вот только из-за этого. Но если вы фанат кокоса, то вот это средство однозначно вам рекомендую, потому что запах просто потрясающий. Ручки очищает также очень хорошо, смывает любые загрязнения просто моментально одной капелькой. Очень хорошее средство. Следующее. Это гель для душа. Гель для душа с яблоком. Ну, естественно, отличнейший состав также. Не тестируется на животных. Экономная. Расходуется очень экономно. Достаточно небольшой капельки, чтобы губка для мытья уже была вся в пене. Очень приятный запах яблока. Причем не химический, а такой натуральный запах яблока. Когда моешься, то он просто на всю ванну шикарно-шикарно просто пахнет. Что еще можно сказать? Ну, свое действие выполняет, собственно, отлично. То есть, я имею в виду, все смывает, промывает. Масляные маски, да, отлично смывает. Вот это средство тоже гель для душа. Но вот что-то какого-то супер вау-эффекта, чтобы я сказала, что точно куплю это средство, вот это средство, ну, я не заметила. Да, оно хорошо на коже, кожа нежная, гладкая, увлажненная вроде бы даже немного. Но супер-супер эффекта я не заметила. Но гель очень неплохой и достойный. Хотя бы взять на пробу, я думаю, вполне его можно попробовать, чтобы для себя решить, понравится или нет. Потому что и состав хороший, и мылится хорошо, и приятный очень запах. Следующая вещь для душа, которая уже мне однозначно могу сказать, что понравилась, это скраб-эксфолиант для тела с маслом ШИ. Бутылочка 177 мл, вот этот скраб содержит, кроме масла ШИ, еще масло зеленого, масло чайного дерева и экстракт персика, я так понимаю. Либо это косточки персика, которые отшелушивают все ненужное у нас с тела. Вот этот экстракт мне очень понравился. Но у него также приятный запах, как в принципе у всей продукции Desert Essence. Тоже, естественно, отличный состав. Он экономный, нужно его немножечко. Но кожу он сильно не скрабирует. То есть если вы любите грубое скрабирование, большие жесткие частички, то нет. Вот здесь он действует именно как мягкий эксфолиант, но настолько нежно, деликатно, что он подходит и для чувствительной, и для сухой кожи. И тем не менее он кожу не пересушивает и очень делает нежную, гладкую. К ней просто хочется лишний раз даже прикасаться и прикасаться. Вот это вот средство мне очень понравилось за свой эффект. И если у вас были эксфолианты для тела, то действие очень похоже и результат очень похож. То есть когда кожа у вас после эксфолианта становится очень нежной, гладкой, то и после этого использования этого эксфолианта для тела кожа становится такая же нежная, гладкая и бархатистая. Вот это вот очень классная вещь, мне понравилось. Несмотря на то, что грубых частичек в нем нету, а я в принципе люблю такое хорошее скрабирование. Ну, он мне понравился. Следующее, что я хотела рассказать, это вот о такой парочке. Это шампунь и кондиционер с виноградом красным. Всем также известны вот эти продукты. Они подходят для окрашенных волос. Мне лично эта парочка понравилась. Она действительно продлевает срок действия, нахождения краски на голове. То есть волосы дольше остаются именно такие, какими они должны быть после покрашивания. Что еще мне понравилось, они вместе отлично работают и делают волосы очень упругими. Вот это вот я заметила. Также хорошо промывают волосы. Нужно немножечко отлично смывает масляные маски шампунь и хорошо увлажняет волосы кондиционер. Хорошая парочка. Но если брать, что мне больше понравилось из этой парочки, то больше понравился шампунь. Однозначно, чем кондиционер. Он, вот кондиционер больше работает, ну, собственно, как и большинство кондиционеров. Никаких там супер, каких-то вау-эффектов не дейла. Вот шампунь, ну, я бы сказала, что да, делает. Потому что действительно после его использования, даже когда я не наносила кондиционер, волосы меня очень радовали. Они какие-то становились более пышные и живые. Хорошая парочка. Мне понравилось. И еще про одну парочку хотела рассказать. Тоже шампунь и кондиционер, но уже это с малинкой. Вот по поводу этих двух вещей я могу сказать, наоборот, противоположное мнение, в каком случае. То есть шампунь ничего сверхъестественного не делает. То есть да, он хорошо промывает волосы, он хорошо смывает масляные краски. Он, его нужно также немножко, он экономичный, отличный состав. Поэтому да, никаких замечаний нет. Ну, собственно и все. Как действует, как обычный шампунь, без каких-то там суперэффектов. А вот бальза, кондиционер вот этот для волос. Ну, вот это вот, мне кажется, один из, теперь, из моих самых любимых кондиционеров. Даже, наверное, самый любимый. Потому что такого эффекта, как от этого кондиционера, я не замечала ни от одного, ни бальзама, ни кондиционера, каких-то других фирм. Вот просто вот это вот однозначно супер вещь. Она волосы восстанавливает лучше некоторых масок, которые предназначены именно для какого-то питания, восстановления волос. Шикарно действует. Просто возвращает к жизни моментально. Я, когда одной краской пересушила себе волосы, и ни одна маска, ни один продукт не мог вернуть их к жизни, во всяком случае, с первого раза. То вот это средство с первого раза сделало мои волосы обратно мягкими, шелковистыми, убрало сухость. Они стали более напитанные. Секущихся концов, собственно, у меня особенно нету. Ну, и, естественно, не появилось при использовании вот этой парочки. Использую я их все-таки все равно вместе в основном. Ну, вот шампунь, как я уже говорила, просто обычный шампунь, ничего сверхъестественного. Но кондиционер – это вот просто вообще самый лучший кондиционер, который у меня был. Однозначно его рекомендую. Даже покупать не обязательно, мне кажется, можно с шампунем, а просто его отдельно, потому что действительно заменяет некоторые маски для волос, потому что действует просто шикарно. Ну, вот, наверное, собственно, и все, что у меня на данный момент было из продуктов Desert Essence. Были у меня, кстати говоря, шампуни и с лимоном, и с яблоком, которые представлены у них на сайте. Никакого суперэффекта они тоже на меня не произвели. Если брать из всех шампуней, которые мне понравились, то больше всех мне понравился именно шампунь с виноградом. А из кондиционеров, то, как я уже говорила, именно шампунь, ой, не шампунь, а кондиционер вот с малинкой. Изо всех продуктов для волос Desert Essence. Ну, собственно, наверное, все, что я хотела в этот раз рассказать, чем поделиться. На этом я свое видео заканчиваю. Спасибо всем за внимание и до новых встреч! Продолжение следует...